Женская тюрьма Прощайся с Букашкой, мы обязательно где-нибудь с тобой увидимся Букашка, просыпайся, меня отпускают домой Я не спала всю ночь Казалось, что у меня паническая атака За последние дни многое изменилось Сделаем медицинскую справку и отведем тебя Джош в тюрьме, я с ним порвала Я ждал ее из тюрьмы 7 месяцев А потом все испортил Правосудие США Видимо, Джош решил стать бездомным Он ушел жить в палатку где-то в Эрмитидже Там же жили метамфетаминовые наркоманы Это меня просто добило Я мечтала, что мы с ним наконец будем вместе Но он отобрал у меня эту мечту Я неудачно выбрал Нового знакомого Спал в фургоне, думая, что тот принадлежит ему А зря Фургон числился в угоне В момент ареста Знакомого не было рядом Так что в угоне автомобиля Обвинили меня Он, наверное, еще не знает Что между нами все кончено Грустно Наверное, это к лучшему, но это слабое утешение Готово Передозировка солнечным светом Слепит глаза Но приятно Наверняка она злится Раздражена Но, как всегда, все понимает За это я ее и люблю Можете переодеваться Это нулевой размер Вряд ли я осталась в том же весе Черт возьми Эта девчонка в меня по уши влюблена Но я не знаю почему Просто ума не приложу Удивительно, но все село Одежда Конечно, не для выхода в свет Но сойдет Все наладится Все будет хорошо Надеюсь, она слезет с иглы Я уверен У меня есть варианты временного жилья Сейчас мне гораздо лучше В идеале я выйду Мы будем вместе Найдем работу Американская мечта Двое-трое детей Дом с белым забором Было бы очень неплохо Я часто говорю, что полиция в Нэшвилле задерживает людей А управление шерифа Управление шерифа Проблемы Под нашим началом Организован центр психиатрической помощи При управлении шерифа округа Дэвидсон Работает центр психиатрической помощи На 60 коек Он был открыт в октябре 2020 Пребывание здесь Альтернатива обычному заключению Давай 500 Твой ход В центр попадают люди с психическими расстройствами Им не место в обычной тюрьме Им просто нужна помощь В среднем они проводят здесь месяц Мы не называем их заключенными Это скорее лечение Мне почти 36 В 2005-м мне диагностировали Параноидальную шизофрению И ПТРС Иногда я живу у своего друга Рокки Перед моим арестом я лазала по помойкам Забиралась туда, куда нельзя было забираться Я недоедала и едва соображала У меня нашли запрещенные предметы Меня арестовали и отправили в тюрьму Я была одна Мне это не нравилось Очень здорово, что тут была Мэри Приятно завести новых друзей, когда тебе плохо Каждый день мы из списка заключенных Отбираем кандидатов на отправку сюда Решение принимаем совместно с психиатром Окружным прокурором И госзащитником Кандидат номер три Единственное условие К нам не могут попасть лица Осужденные за тяжкие преступления Какой у него послужной список? В основном наркотики Ясно Тогда предложите ему лечение Центр подходит для лиц С психическими заболеваниями средней тяжести Команда должна разъяснять пациентам Все этапы лечения Впрочем, даже этого не всегда бывает достаточно Для полноценной помощи Наденьте А потом выходите Хорошо? Изменения постепенные Но это касается всей пенитенциарной системы Любому заключенному было бы полезно Пребывание в нашем центре Ведите себя уважительно И все будет в порядке Этого ловца снов я раскрасила сама Взяла его сюда с собой Я по жизни одиночка А этот рисунок символизирует Мою хаотичную и запутанную жизнь Надеюсь, что когда-нибудь в ней Воцарится порядок и спокойствие Тут все новое И такое красивое Тут даже пахнет чем-то новым Тут высокие потолки В отличие от тюрьмы Где чувствуешь себя пойманным зверем Ну да ладно В общем-то, мне повезло Я не представляю, как можно адаптироваться к жизни на свободе без этого Если пациент успешно проходит лечение в нашем центре Его дело закрывают Кроме того, с него полностью снимается судимость Прошедших лечения в центре записывают в программу дальнейшей психологической помощи Дали новые кроссовки Симпатичные Сара Рецлав провела здесь 38 дней Сегодня ее выписывают Сыграла последнюю партию в Кункен с Мэри Всем спасибо Пока, Сара Пока, Мэри Я пройду четырехнедельную программу психологической помощи В центре Илэма Возьму на семейную терапию своего друга Рокки Это должно помочь мне встать на ноги Пружок Обведено все С чем вы к нам поступили С меня сняли все обвинения Ваши вещи, Сара Все, что было Я не знаю, что было в рюкзаке Я нашла его на помойке Я переживаю Но не так сильно, как месяц назад Мне помогают лекарства, которые мне выписали Здесь я набрала 20 кило Впервые в жизни у меня нормальный вес Пока Чувствую себя черепахой В новом панцире Пять недель спустя Сара Рецлав Прошла стационарное лечение В центре психологической помощи имени Илэма Дженнис, это Рокки Я приехал за Сарой Уже уехала? Спасибо До свидания Я давно являюсь ее опекуном Я говорил с ней утром Сказал, что приеду за ней в 10 утра И вот сейчас 10 утра А ее нет Перед тем, как ее арестовали Она жила под мостом Джефферсон С другими бездомными Вполне возможно, что она пошла туда Поедем по ее предполагаемому маршруту Главная опасность Импульсивные действия Если у кого-то из бездомных Будут при себе наркотики И он начнет уговаривать Сару их принять Она может сорваться Возможно, она тут Эй, тут есть кто-нибудь? Эй Кто-нибудь есть? Никого Всех выгнали Полиция хорошо поработала Я переживаю за нее Неизвестно, где она Нэшвилл, Теннесси Вот тут была моя палатка Героиновый наркоман Антонио Эймос Вышел из тюрьмы И находится на испытательном сроке Чтобы не вернуться за решетку Ему нужно явиться На 20 часов общественных работ Он также пообещал судье Что будет жить вместе с матерью Раньше я тут жил Когда ее убрали Я не мог в это поверить Зачем так поступать с человеком Который просто пытается выжить? Когда мою палатку снесли Я жил в этом заброшенном здании По ночам тут тепло и сухо Все, кто сейчас ходит мимо Мне почти как семья Нам сложно тут выживать Мы стараемся выручать друг друга У меня есть родители Но я не могу Взваливать на них свои проблемы Это мой выбор И вот поэтому я здесь По-моему, в субботу он сказал, что придет Но так и не появился Я думаю, он и не хочет возвращаться Он не хочет делать то, что от него требуется Мы оба скучаем по нему, но не выдержим Если снова повторится то, что было раньше Жена подарила мне на 50-летний юбилей кольцо Он его забрал Она купила мне новое Но он снова его забрал С годами все становилось только хуже Тони перестал появляться дома Стал жить на улицах Связался не с теми людьми Женская тюрьма За четыре месяца после завершения лечения Сару Редслав задерживали два раза Меня обвиняют в двух эпизодах вандализма Не связанных с поджогами У меня были слуховые галлюцинации После чего я начала ломать дворники на машинах Вот за это меня арестовали Я не пропила полный курс лекарств Пройдя лечение в центре Илома, я вернулась к жизни на улице Я хотела поехать к Рокке Но потом, в тот день мне не хотелось его видеть Я пошла к своим друзьям в парк Сентенниел Там меня избили четверо парней Еще я была очень голодна И это сводило меня просто с ума Я снова похудела и стала такой, как раньше В общем, все было плохо И я оказалась здесь снова Я надеюсь и верю, что со временем наш центр станет прибежищем для лиц С психическими заболеваниями Мы сможем оценивать их состояние, лечить А затем отправлять в подходящие учреждения Где им окажут более адресную помощь Но если не передать таких людей специалистам Не удивляйтесь, если через 10-15 лет Они снова начнут совершать преступления И окажутся за решеткой Сару Рецлав выпустили на свободу Но затем, меньше чем за месяц, ее задерживали дважды Меня не раз отправляли в исправительное учреждение Суд вновь направил ее в центр психиатрической помощи Я снова здесь Стараюсь работать над собой Я регулярно подметаю парковку Иногда делаю это за еду Антонио Эймос живет на улице с тех пор, как его испытательный срок восстановили три месяца назад Обычно с инспектором по надзору связываются раз в месяц Но мистер Эймос не звонил нам с последнего слушания Вы будете проживать вместе с родителями? Да, мэм Хорошо Если что-то случится, тут же свяжитесь с инспектором по надзору Вам ясно? Да, мэм Ему есть где жить, но он сознательно не хочет возвращаться к родителям На кону его свобода Если он не явится в суд, судья может выписать ордер на его арест Суд общей юрисдикции, округ Дэвидсон Сегодня Антонио должен явиться в суд Антонио Эймос Здравствуйте, Ваша честь Я Кевин Келли, защитник мистера Эймоса У меня нет связи с моим клиентом У вас нет номера его телефона? Нет, Ваша честь К сожалению Подойдите, пожалуйста Да, Ваша честь Почему у вас нет номера его телефона? Ваша честь Мы с ним общались только, когда он был под стражей Три месяца От него никаких новостей? Никаких Ни одного номера телефона? По номеру, который он указал в письменных показаниях под присягой Никто не отвечает Ну что ж, ясно Я выпишу ордер на его арест Когда его арестуют, мы точно будем знать, где он, дамы Ордер означает, что полиция может задержать Антонио Но в любое время Поскольку он нарушил предписание суда Полиция снует туда-сюда Пытается разнюхать Что тут происходит? Берт Берт На твоем месте я бы не ездил Я их видел, ладно Они сразу скажут, что Берт ее украл Могут еще и задержать Мужская тюрьма Я стараюсь донести до содержащихся в этом учреждении важность одной вещи Образование Для меня странно, что молодые люди попадают сюда, отбывают срок Но при этом ничего не делают, чтобы получить документ об образовании Если у кого-то из заключенных нет аттестата об общем образовании Мы организуем им встречу с представителями отдела образования колонии У нас есть шанс чему-то научить и снизить таким образом вероятность их повторного попадания сюда Садитесь Добро пожаловать на церемонию вручения аттестатов об образовании 2021 Отличный день Временами в жизни бывает сложности Но я хочу, чтобы вы навсегда запомнили этот день Ваше прошлое не должно определять ваше будущее Дэймон Сейлс Кенардо Уэйт Повернитесь, вас сфотографируют Раз, два, три По две штуки каждому плюс сок Ешьте тут Камеру ничего забирать нельзя Цель всех работников исправительной системы Нэшвила Обеспечить интеграцию заключенных в общество Помочь им влиться Снова стать единым целым со своим кругом общения Однако, несмотря на все усилия, в нашей правовой системе до сих пор наблюдается значительный дисбаланс Взять данные за 2020-й Темнокожие составляют 27% населения Нэшвила И почти 60% из них находятся за решеткой в любой отдельно взятый день Причем это касается и мелких правонарушений, и тяжких преступлений И здесь два варианта Либо все преступления в городе совершают темнокожие Либо к темнокожим относятся иначе, чем к остальным В прокуратуре округа Дэвидсон работает 11 темнокожих прокуроров Некоторые ходят на встречи, направленные на взаимную поддержку Скажу честно, временами я испытываю сильный стресс Мне тяжело Заходя в зал суда, я не раз видел тех, с кем учился в школе, с кем в детстве играл в баскетбол Законы писали не для нашего блага Досадно, что приходится работать ради соблюдения законов, написанных против нас Чтобы что-то изменилось к лучшему, нужно быть внутри системы Из-за этого я не раз уже теряла друзей Кто-то перестал приглашать меня в гости Я пропустила столько вкусностей и коктейлей Ну хорошо, я немного отвлеклась Мой брат долгое время сидел за решеткой Я пошла в юриспруденцию для того, чтобы помогать темнокожим парням Таким же, как и мой брат Я не подозревала, что стану прокурором Но тогда я еще не понимала, какой силой обладает прокурор в зале суда Многие забывают, что у прокурора есть свобода действий Мы можем принимать совершенно разные решения Многие мои знакомые курят марихуану Когда кого-то задерживают с марихуаной, я сразу снимаю все обвинения Будучи прокурором, я имею возможность поступить именно так Вокруг много таких, как я Они дружат друг с другом, ходят в церковь Каждый из них нуждается в тех, кто будет отстаивать их интересы Можем ли мы положиться на некоторых моих бывших коллег? Я должен занимать свое место В начале моей карьеры 95% заключенных составляли темнокожие и латиноамериканцы С тех пор ситуация почти не изменилась И меня это расстраивает Я считаю, что большинству молодых ребят не нужно быть на заседаниях Им не нужно заключения Иногда достаточно человека, который может наставить их на путь истинный Вот и все Я работаю в ресторане «Гайст» в Нэшвилле Это заведение высокой кухни Блюдо у нас стоит по 30-40 долларов за порцию Нужно держать планку В 2018, когда мне было 15 лет, умер мой отчим Из мужчин в семье остался только я Мне пришлось ухаживать за мамой и бабушкой Тут стручковая фасоль Денег на квартплату не было Нам отключили свет Я психанул Сегодня утром полиция арестовала двух человек, ограбивших магазин в Эрмитедже Один из них подросток, другому 21 У меня не было злого умысла Я был молод и напуган Я провел два месяца в исправительном учреждении для подростков Именно тогда со мной связались из кафе «Моментум» Они берут на работу молодых ребят, отсидевших в тюрьме Они дают им второй шанс Соус С того дня моя жизнь изменилась Мы с ним встретились в обеденной зоне Ему тогда было 15 Он был очень вежлив Тогда у Кэмерона не было опыта работы на кухне Но ему нужна была поддержка и стабильность И мне всегда казалось, что работа в ресторане – это идеальный вариант Прошло три года, и он все еще работает у нас Что готовишь? Ризотто? К сожалению, бабушки уже нет в живых, но я до сих пор обеспечиваю маму Нам на все хватает Финансовое положение у нас стабильное Мне, как и многим, просто был нужен второй шанс В ДТП на Ноллинсфилл Пайк погиб 71-летний мужчина За рулем второго авто был 13-летний подросток В правом верхнем углу машина Дэвида Читэма Он выезжает с парковки, и вдруг в него на полной скорости врезается другое авто За рулем которого 13-летний подросток И после этого полиция сообщила Дженнис, что ее муж погиб Я потеряла над собой контроль Кричала, тыкала во все кнопки Но не могла никому позвонить Ему 13 лет Почему он был не в школе? Водителя зовут Амир Он согласился поговорить с нами, но попросил скрыть его лицо Мне 15, я сейчас в 10-м классе Я обычный подросток Люблю играть в видеоигры и смотреть телевизор В последнее время я редко выхожу из дома Я все время вспоминаю тот день, когда произошла авария У меня в голове полно ужасных мыслей Семья вспоминает погибшего Дэвида Читэма Справедливость в моем понимании восторжествует, если он поймет, что его поступки влияют на окружающих Если правовая система не изменится, и этот подросток не получит необходимую помощь, он может снова приступить закон и попасть в тюрьму Нельзя потерять сразу двух человек Нужна альтернатива С разрешения семьи Читэм Амир избежал стандартного уголовного преследования и был зачислен в программу Института Рафа Тема сегодняшней встречи работников Института Восстановительное правосудие Это наш способ нивелировать последствия преступлений для местных Руководитель Института Трэвис Клейбрукс утверждает, для этого преступник и жертва должны встретиться Институт Рафа Раньше я работал полицейским По большей части я работал в Нэшвилле Очень скоро я понял, что наша система уголовной юстиции абсолютно несостоятельна Институт Рафа предлагает восстановительное правосудие в качестве альтернативы заключению Когда нам передают дело, мы устанавливаем контакт с жертвой преступления и подросткам, совершившим его Затем мы разрабатываем план, в котором прописано, как именно подросток будет заглаживать свою вину Как только он выполняет все пункты плана, его судимость погашается Этот процесс является альтернативой обычному уголовному преследованию В эту субботу будет первая годовщина аварии Семья Читом до сих пор переживает потерю Не проходит ни дня, чтобы я о нем не вспомнил Он незаменим Его мне уже никто не вернет Но молодой человек, чьи действия повлекли за собой Такое страшное горе, ведь тоже страдает Как вы думаете, какие у него мысли? 13 лет ему пришлось Свыкнуться с мыслью о том, что он Убил человека Сама я вряд ли смогла бы справиться с этой ношей Когда я узнала, что Амир не был пристегнут и отделался переломом ноги Я сразу подумала, должна быть причина Почему же этот парень еще жив? Мы работаем с обеими семьями около года Они почти готовы У них есть право злиться Я хочу, чтобы они выразили свои эмоции Пусть выплеснут свой гнев на нас Эбони, как проходят ваши с Амиром беседы О том злополучном дне? Когда это случилось, я сказала ему Что он не убийца Просто произошел несчастный случай Ты выжил, но другой человек погиб Я напоминаю ему, что он в долгу Перед семьей Читом Он это совершил И ему придется с этим жить Я не смогу вечно помогать ему с этим В аварии погиб 71-летний мужчина Подросток купил автомобиль меньше, чем за 100 долларов Из-за последних новостей семье Читом еще больнее Подросток рассказал полиции, что купил Dodge Dart у Катрины Рассел за 80 долларов От того, что такой хороший человек погиб Из-за 80 долларов Нам еще больнее Как такое вообще возможно? Со дня убийства Амиром Дэвида Читома прошло 15 месяцев Сессия восстановительного правосудия Сегодня Амир впервые встретится с семьей Читом Мы собрались здесь потому Что был убит человек Вина за это лежит на молодом человеке Живущем с нами в одном городе Наша цель — добиться того, чтобы каждый из вас нашел успокоение Мы создали для этого все необходимые условия Мисс Читом попросила, чтобы я позволил ей начать Амир, расскажи, какие у тебя любимые предметы в школе? Мне нравится естествознание Я люблю узнавать что-то новое Благодаря естествознанию мы познаем мир вокруг нас А что тебе еще нравится? Американский футбол Борьба Еще я люблю смотреть телевизор И играть в видеоигры Как так получилось? Что ты купил у кого-то машину Сел за руль И поехал на ней По улицам города Как? Я видел, как водят машину И думал, что у меня тоже получится То утро я хотел поехать в школу Но так и не доехал В меня чуть не врезались Но я успел вывернуть руль Потом я врезался в другую машину И ее водитель погнался за мной Передо мной был красный свет Я вывернул руль еще два раза А потом врезался в машину мистера Читома Простите Я так сильно его любила Простите Тогда я тебя возненавидела Но со временем И с Божьей помощью Я смогла тебя простить Я разрешаю тебе быть хорошим человеком Мой папа был хорошим человеком Ты отобрал у него жизнь Так что ты перед нами в долгу Я прошу тебя Будь хорошим человеком И только так ты все исправишь Это еще раз показывает Каким хорошим человеком он был Спасибо вам за ваше великодушие И за то, что дали моему сыну второй шанс Вы могли И не делать этого Благодарю вас за то Что выбрали альтернативу К заключению Я не могу подобрать слова Чтобы описать Что это значит для нашей семьи Тяжело Мне так жаль Что это произошло Мы хотим Чтобы ты вырос хорошим человеком Хотим, чтобы у тебя были дети Чтобы у тебя было так же много фотографий с ними Как у нас с папой Хочу сказать вам спасибо за все Простите меня еще раз Когда я отбывал срок Я каждый день задавал себе вопрос Почему погиб не я, а он Я прекрасно понимал, что поступаю неправильно Я обязательно выполню ваши желания Ведь я отнял у вашего папы жизнь Я сделаю все, что в моих силах Чтобы стать хорошим человеком Спасибо Тебе спасибо Ты молодец Амир и семья Читом встретятся снова Ты молодец Ты встретился Мне гораздо легче Если Амир дойдет до конца программы С него снимут обвинения в убийстве Семья Читом простила меня за содеянное И это настоящее чудо Мало кто способен на такое 30 лет назад, 26 июня Родился наш сын Антонио Мы пытались хорошо его воспитать Последний раз я видел его где-то год назад Тогда я сказал ему Сынок, можешь делать, что хочешь Но главное не здесь Иди куда хочешь Мне плевать Возможно, это жестко Никто не должен встречать День рождения в одиночестве Ну что? Пришло время поздравить нашего мальчика С 30-летием Возраст серьезный Надеюсь, мы его найдем И уговорим начать жизнь с чистого листа Морозно Я бы не отказался от кофе Или от чая Холодает с каждым днем И меня это смущает Я замерз, пока шел от дома к машине Не представляю Как сейчас живется на улице Какой там поворот Кажется, вот этот Вот Он живет в этом здании В прошлый раз мне повезло Я увидела его на улице Боже, ты всегда указываешь мне, где он? Ну так где же он? Антонио! Ты его видел? Да, он шел с девушкой Но в последнее время я его не видел Вроде он там идет Привет! Тони! С днем рождения! Иди сюда! Иди сюда! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наш Антонио! С днем рождения тебя! Тони! У тебя день рождения! С днем рождения, сынок! Поздравляю! Возьмись за ум! Ради меня! Видел, кого я привела? Видел, кто со мной? Ну иди, поздоровайся! Привет, пап! Бог простит Возьмись за ум, сынок Хотя бы ради себя Про меня я молчу Возьмись за ум Ради себя Я тебя люблю Очень люблю Я тебя тоже, пап Подожди, мам Тут Тони Привет! Привет! С днем рождения тебя! С днем рождения, мой внучок! С днем рождения тебя! Спасибо! Еще 10 минут назад я не знал, что у меня день рождения Я тебя люблю И я тебя Еще увидимся Из-за тебя я в слезах Я не хочу, чтобы ты так жил Не хочу И знаю, что и ты не хочешь Вернись домой Вернись Вот тебе открытки Оставить открытки Ты знаешь, зачем я спрашиваю? Когда будешь в твердом уме Можешь читать их Можешь вспоминать, что их тебе принесли родители На 30-е день рождения О котором ты даже и не знал Давай его покормим Антонио Эймос все еще живет на улице На его имя был выписан ордер на арест С днем рождения С любовью, мама и папа Возьмись за ум Продолжение следует... Я была в больнице где-то 4-5 часов Кэти Джонс С тех пор, как я освободилась Мне было тяжело Никто меня не поддерживает Мне некому обратиться за помощью Джоша теперь тоже нет Хотя мы были не в лучших отношениях Я хотя бы была не одна А теперь я совсем одна И мне очень страшно Я каждый день думаю о нем Я вышла на свободу полтора месяца назад Джош тогда был в тюрьме округа Дэвидсон Потом его перевели в тюрьму округа Самнер По другим обвинениям Тогда же мы поговорили с ним по телефону И поссорились Он хотел, чтобы я отправила ему денег Я сидела в тюрьме И знаю, зачем ему это Я обвинила его в том, что он снова употребляет Он сказал, что купил пардос Но потом опять завел шарманку о том, что исправится Я сказала, что не хочу его слушать Он просил не класть трубку, но я положила На следующий день мне позвонила его мама В дом его бабушки приехала полиция Они сообщили его отцу, что Джош мертв После нашего разговора он повесился 9 мая 2022 года на 42-м году жизни Умер Джошуа Левай Артур Я позвонила своей маме Она давно не отвечала на мои звонки А тут ответила Я думала, она меня поддержит Но она сказала, что вы с ним натворили столько дел Так что не плачь Повесила трубку и больше со мной не говорила Я хотела услышать от нее слова поддержки Но не услышала Не услышала Сегодня на меня Нахлынули эмоции У одного парня с работы была доза героина И я не выдержала Мне тяжело Очнулась я уже в больнице Кто-то подумал, что я умерла И вызвал службу спасения Мне плохо из-за лошадиной дозы налоксона Из-за него сильно тошнит и кружится голова Я впервые приняла героин с тех пор, как освободилась Я злюсь на себя Но это небольшой прокол И это не из-за Джоша Я очень его любила Я через столько с ним прошла Но черт возьми Я не хочу обратно в тюрьму Я не хочу снова испытывать боль Я продолжу бороться за себя И прилагать все усилия Я не хочу умирать Не знаю, почему я так думаю Но я уверена, я могу стать лучше Я смогу пройти через это Потому что уже многое пережила Трудности не сломили меня Никто не помогал мне Я ни от кого не получила поддержки Но все равно я выжила У меня получится Надо только чуть-чуть потерпеть С тех пор Кэти устроилась на постоянную работу И нашла постоянное жилье Но ей одиноко И она несколько раз принимала наркотики Моя жизнь изменилась к лучшему Но сложностей все еще хватает Надо стараться каждый день двигаться к своей цели Она с оптимизмом смотрит в будущее И хочет наладить контакт с детьми Я каждый день пишу своим детям Надеюсь, когда-нибудь снова их увидеть Наше общество построено на уверенности в том, что Наказание за преступление Обязательно должно быть унизительным Я не буду поворачивать голову Для чего? Обидным Неприятным Болезненным Господа, смотрим под ноги Этот принцип действует и сейчас Если мы считаем, что у каждого есть шанс Излечиться Интегрироваться в общество И изменить свою жизнь к лучшему Тогда нынешняя система исполнения наказаний Абсолютно неприемлема Ее нужно менять целиком От ареста и до помещения от стражу Мы больше Мы больше калечим людей Чем помогаем им Да, мы строимся на перекличку Современно Современная система наказаний Современная система наказаний Не предназначена для помощи людям Нужен переход в другой системе Где будет цениться каждый Вне зависимости от того, какие преступления он совершил Где мы будем реально помогать людям Попробуем так же, как в припеве Да, вот так Ну что ж, парни, пробуем Давайте Поехали Два Три Поехали 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 Не важно, как нас видят другие Мы, в первую очередь, люди У нас нет никого, кроме нас самих Я хочу стать юристом И помогать тем, с кем плохо обошлись Я считаю, что все заслуживают второго шанса Столько слез, сил Душевной боли Взлеты и падения Падения И взлеты Но я сохраняю оптимизм Я выберусь из этого порочного круга Все, что мне нужно, это свобода Хочу обеспечить семью всем необходимым Хочу проживать жизнь на всю катушку Не унывайте Выше нос Если нужна помощь Не стесняйтесь ее просить И еще Держитесь подальше от тюрьмы Это секретный документ Отдайте Я стану еще сильнее Мне уже лучше Плохо бросил Я знаю, что есть адвокаты, представляющие лица с психическими заболеваниями Хочу стать наставником для молодых ребят Чтобы учить их заботиться о себе Я должна изменить жизнь к лучшему Поэтому я стала ходить к психологу В глубине души я уверена, если хочешь для себя лучшей жизни, она точно у тебя будет Интересно, что же ждет меня в моей Лучшие люди Нашвила Соберитесь вместе Это у нас в крови Все, что мы делаем во тьме Проявится на свету Может быть, у нас нет времени Но у нас всегда есть выбор Я прощаюсь Но не навсегда Не навсегда Соберитесь Подписывайтесь на наш канал И это будет Соберитесь Продолжение следует...